Чайку покушать, да органчика послушать. Пословица ярко иллюстрирует образ красивой жизни для обитателей Российской империи конца XIX века. Органчиками простолюдины называли все клавишные музыкальные инструменты. Позволить их себе в домах могли только очень обеспеченные буржуи. В то время чай очень дорогое удовольствие. Цена чая от 5 до 200 рублей ассигнациями за 1 российский фунт. Если перевести в современный формат, это примерно от 15 до 800 тысяч рублей за 410 грамм. После неоднократного заваривания этот чай уже под названием спитый чай продавали. Высушенную заварку продолжали продавать и использовать до тех пор, пока она совсем переставала давать цвет напитку. Регулярно оригинальный чай подделывали, добавляя в него луговую траву киперей узколистный, больше известный в народе как Иван-чай. По своей структуре заварка была совершенно идентична настоящему чаю. Элитарность чая предполагала для его употребления соответствующую посуду и приборы. Существует миф, что женщины пили чай из чашек, а мужчины из стаканов. Выбор посуды не зависел от гендерной принадлежности, а способ употребления чая определялся только степенью достатка. В обеспеченных слоях российского общества на чайных столах было принято использовать фарфоровые чашки. Все остальные пользовались стеклянными стаканами без подстаканника. А так как стакан с горячим напитком в руках держать некомфортно, чай переливали в блюдце. Иногда чай наливали в блюдце из чайника сразу. Поэтому называть способ употребления чая из блюдца по-купечески неверно. Так пили чай в дешевых трактирах бродяги. Основным элементом чайной церемонии в Российской империи был самовар. В зажиточных домах их было несколько. Серебряный стоял украшением и подчеркивал статус хозяина. Никелированные причудливых форм подавали на стол, а медных обычных грели воду для мытья посуды. Обратите внимание, носик самовара припаян выше уровня дна. Дело в том, что вода из колодцев была очень жесткой и с высоким содержанием солей. Это сделано для того, чтобы накипь оседала на дно и не попадала в напиток. И считалось верхом неприличие доливать воду из самовара, наклонив самовар в сторону носика. Существует киношный миф, что грязным сапогом раздували самовар, попутно засыпая в топку остатки ороговевшего эпидермиса. Щепки, а еще лучше еловые шишки, прекрасно тлеют в топке самовара без дополнительных присадок. На чайном столе, кроме самовара и посуды, находились аксессуары для чаепития. Подстаканники причудливых форм, ювелирной отделки, чайный совочек. Его часто путают с сахарным. Сахарный песок был плохого качества и делал чай мутным, поэтому пользовались кусковым сахаром. Соответственно, щипцы для сахара, молочники, вилочки для лимона. Хочу подчеркнуть, что мы говорим о застольной культуре в России в середине 19 века, где для каждого продукта существовал свой прибор. А во многих современных культурах до настоящего времени еду употребляют исключительно пальцами. Ситечка, так же как и самовар, была обязательным аксессуаром русской чайной церемонии. Они отличались формами, размерами и способами использования. При помощи ситечки кофейник легко превращался в чайник. Так как в кофейнике одно большое отверстие для выхода жидкости, то чаинки фильтровали при помощи ситечки, одетого на носик чайника. При помощи ситечки регулировали крепкость завариваемого чая и насыщали жидкость ионами серебра. Но, однако, основная функция ситечки – это сбор заварки с целью ее последующего употребления либо продажи. Сейчас мы можем позволить себе выбрасывать этот продукт. Ситечкой для чая получила широкую известность после романа Ильфа и Петрова «12 стульев», где Остапу Бендеру удалось шокировать и удивить даму невероятным аксессуаром. Дело в том, что Элочка-людоедка была пролетарского происхождения, и в своей жизни она никогда не видела и не пользовалась ситечком для чая. А пила только спитый или морковный чай. Чай из натертой и высушенной моркови, по цвету очень похожий на слабозаваренный чай. Этот напиток стал вынужденно популярным после Октябрьской революции, когда поставки чая в Советскую Россию прекратились. Для пролетариата с притупленным постоянным запахом помойки обонянием был важен цвет напитка, поскольку они привыкли к вторичному или морковному чаю, не имевшего запаха. Поэтому при производстве чая в СССР большее значение придавалось цвету, а не вкусу и аромату напитка. Аналогичный маркетинг, генетический, так сказать, можно было наблюдать в 90-х, когда появились яркие, разноцветные, такие желанные порошки напитки Юпи и Зуку со вкусом лимонной кислоты. А традиции чаепития появляются в СССР только в конце 60-х годов, с начала массового производства фарфоровой посуды и организации объемных чайных плантаций в Грузии и Азербайджане, а также в Сочи. И благодаря образовавшейся дружбе с Индией. С появлением в продаже доступного чая, пакетики для чая тогда еще не изобрели, и социалистическая промышленность быстро наладила выпуск ситечек. А советские любители чая по достоинству оценили этот аксессуар за удобство и экономичность. Ситечки производили из различных материалов, алюминий, мельхиор, нержавейка, пластик, а для отъявленных эстетов по дореволюционным моделям серебряные. На родине чая большее значение имеет вкус и аромат напитка, нежели эстетика его употребления. Мы находимся на острове Цейлона, точнее на Шри-Ланке. Прошлые хосты, у которых мы снимали дом, подарили нам необычное ситечко. Ощущение, что они сделали его сами, просто тряпочка на проволоке. Выглядит крайне необычно. В пользу не таково, что просто его вставляешь в чайник, засыпаешь желательно цейлонского чая, серебряной ложкой из СССР и наливаешь кипятком. В наше замечательное время чай доступен и его выбор огромен. А благодаря антикварным предметам можно соединить вкус ароматного современного чая и эстетику его употребления. Дабы не отнимать ваше время на рекламу в ролике, я перенес ее в завершение. Все предметы, которые вы увидели в ролике, можно купить. Съемки роликов проходят в отеле с антикварным интерьером Бристоль, Краснодар и арт-центре «Бронзовая лошадь», где расположены витрины нашего антикварного магазина. Подписавшись на канал, вы обязательно получите уведомления о выходе нового ролика с занимательной историей из жизни антикварного ареала и его обитателей. Продолжение следует... Продолжение следует...